Друзья, всем привет! Сегодня мы представляем топ-7 новых проектов от компании PSD-SK. Они красивые, стильные, энергоэффективные и шикарно бы смотрелись не только в нашем каталоге, но и на обложках архитектурных журналов. Поэтому, если вы еще находитесь на этапе выбора, давайте смотреть. И начинаем мы с одного из самых ярких проектов из клееного бруса Open Village 200. Это двухэтажный дом с мансардным этажом. Его общая площадь 200 квадратных метров. Данный архитектурный шедевр будет реализован этим летом в рамках одноименной выставки. Мы уже приступили к строительству. Сегодня данный дом можно возвести за 5 миллионов 990 тысяч рублей. Обратите внимание на наши рендеры. Несмотря на то, что этот проект достаточно классический, стандартным его не назовешь. Как нашим архитекторам удалось этого достичь? Все просто. Панорамное остекление, которое дает эффект слияния с окружающим пространством. Зона второго света, который это пространство еще больше расширяет. Большая терраса, контрастные цветовые решения и разноуровневость кровли, которая на самом деле была обусловлена комфортабельной планировкой дома. Если говорить о планировке, то на первом этаже у нас крыльцо площадью почти 3 квадрата, четырехметровый тамбур со входами в котельную и холл. Из холла мы попадаем в большую кухню-гостиную со вторым светом площадью 29 квадратов. Также на первом этаже у нас есть санузел 6 квадратных метров, спальня 13 квадратов. На втором этаже мы запроектировали две спальни по 14 квадратов с балконами, один кабинет 14 квадратов и санузел 5 квадратных метров. Не забывайте, что вы всегда можете трансформировать базовую планировку, скорректировать высоту потолков и все это бесплатно. По техническим решениям базовой комплектации мы предлагаем фундамент в виде монолитной ЖБ-плиты, стены из клееного бруса сечением 180 на 200, крышу, металлочерепицу с утеплением 200 мм, окна энергосберегающие с двухкамерными стеклопакетами. Если вам понравился проект Open Village, обязательно поддержите его лайком. Еще один проект из клееного бруса, который наверняка станет очень популярным – LAPI 215. Это классический, уютный деревянный дом с четырьмя спальнями и двумя санузлами. Эстетика этого проекта очевидна и не требует каких-либо дополнительных комментариев. Дом будет одинаково органичен как в Подмосковье, Сибири, так и где-нибудь в Финляндии. Давайте посмотрим его планировку. Сразу бросается в глаза большая терраса, почти 46 квадратов, с которой мы попадаем в тамбур и котельную. Далее большая общественная зона с объединенной кухней-гостиной-столовой, гостевым санузлом и небольшой спальней 12 квадратов. Вообще этот дом идеально подойдет либо для большой семьи, живущей здесь несколькими поколениями, либо просто для гостеприимных хозяев, так как в этом доме много вариантов, где остановиться. На втором этаже санузел и целых три спальни. Две по 12 квадратов и мастер-спальня 25 квадратов. Дом очень объемный и снаружи, и внутри. Большие окна здесь играют немаловажную роль. Если говорить о внутренней отделке, то независимо от проекта вы сами решаете, по какому пути пойти. Классическое дерево, альтернативные материалы или комбо – мы поддержим любое ваше решение. Если же вы неравнодушны к одноэтажным домам из клееного бруса, то обязательно обратите внимание на наш проект Simple 180. Он прост, лаконичен, но не скучен и очень комфортабелен. На площади 180 квадратов расположились гостиная и кухня-столовая, две спальни по 12 квадратов, большая спальня 20 квадратных метров, два санузла, а также стандартные технические помещения – котельная, прачечная и кладовая. Примечательно, что общественная и приватная зоны находятся в разных частях дома. Таким образом, даже если у вас есть маленькие дети или интроверты-ценители уединения, вы спокойно сможете принимать шумных гостей, не создавая дискомфорт друг для друга. И не могу не отметить шикарную террасу 59 квадратов. Поделитесь, кстати, в комментариях, как бы вы использовали такое объемное пространство. Относительно недавно у нас появилась целая линейка домов в стиле Барнхаус. Но мы решили не идти по пути классических сараев и амбаров, как принято называть такие проекты, и создать нечто особенное. Например, проект Барнхаус 180. Мы рекомендуем выбрать в качестве конструктивного материала не каркас, а газобетон или теплокерамические блоки. Давайте посмотрим его архитектуру. Назвать этот дом сараем язык просто не повернется. Наши архитекторы поиграли с комбинированием разных фасадных материалов. Здесь и камень, и дерево, и классическая кирпичная кладка. И все дополнено традиционным для Барна кликфальсом. Давайте еще посмотрим планировку первого этажа. Крыльцо здесь 6 квадратов, прихожая 4 квадрата, котельная 4,5, небольшая спальня 11 квадратных метров, санузел, кухня-гостиная и большая терраса 26 квадратов. На втором этаже запроектированы две спальни по 13 квадратов с общим балконом и объединенным санузлом, а также мастер-спальня 20 квадратов с персональной ванной комнатой. Также в нашей линейке вы можете найти Барн Комбо 220. Как и в случае с предыдущим проектом, этот дом хочется рассматривать. Его отличительная особенность – это комбинированная технология строительства. Данное решение тоже не самое стандартное для барнхаусов. Первый этаж мы можем построить из газобетона или теплокерамических блоков, а второй – из клееного бруса. Наши архитекторы предложили использовать для фасадной отделки и покраски бруса графитовые оттенки, дабы иметь визуальную отсылку к традиционному фальцу, который используется для домов в такой стилистике. Если смотреть планировку, то вы наверняка заметите сходство с предыдущим проектом Барнхаус 180 – 4 спальни, 3 санузла, технические помещения и шикарный большой балкон. Мне нравится, а вам? Помимо барнхаусов вы можете найти в нашей обновленной линейке проекты в стиле фахверк – фахверк 200 и фахверк 205. В обоих случаях мы строим эти дома из клееного бруса. В чем суть данной технологии? Фахверк является на сегодняшний день единственной технологией, которая позволяет реализовывать современные архитектурные решения с безрамным остеклением во всю стену. Таким образом, основной составляющей дома является стекло. Не бойтесь, вы не замерзнете и на отоплении не разоритесь. Архитекторы посоветуют вам оптимальные стеклопакеты, чтобы сберечь тепло и бюджет. В проекте фахверк 200 мы запроектировали три спальни и один санузел. Визуально этот проект можно отнести к классическому фахверку, коих строится большинство с такими немецко-альпийскими мотивами. В проекте фахверк 205 наши архитекторы решили поэкспериментировать с вертикальным расположением фасадной доски. Визуально тонкий брус еще больше вытягивает дом вверх, и в результате мы получаем совершенно вау-эффект. В обоих домах много света, воздуха и окружающей природы, поэтому если вы планируете строить дом с панорамным остеклением, обязательно выбирайте красивый участок, который будет радовать глаз, независимо от времени года. Пару слов о планировке проекта фахверк 205. Здесь у нас три комнаты и два санузла. На первом этаже стандартный набор помещений. Тамбур, холл, санузел, котельная, кухня-гостиная, одна спальня и большая терраса. На втором этаже две спальни 25 и 30 квадратов с балконами и объединенным санузлом. Не забывайте, что на все дома от нашей строительной компании действуют гарантии и выгодные ипотечные программы. Ну а теперь самое интересное. Пишите в комментариях, какой проект вам понравился больше всего и почему. Нам очень важно ваше мнение. Больше информации о планировках, комплектациях вы можете получить на сайте компании АПС ДСК или же в нашем отделе продаж. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok